Всем привет, с вами Антон Чейз и сегодня мы запишем таки третью серию похождений великого футбольного тренера, который даже лучше, чем лысина ПП Гвардиола, чем прорезающиеся седины Жезе Маурини, чем старость Гусахитинга. Это великий тренер Елдак Анопкин, который ведет просто таки к вершине мирового футбола клуб Квинс Парк Рейнджерс, просирая при этом деньги шейхов. Так, какая-то тёлка со страшным лицом и маленькими сиськами, хотя сиськи таки нормальные, в принципе, говорит нам, взгляните на свою позицию в рейтинге основных сведений, но знаешь что, деточка, я бы лучше посмотрел на твою, вот, да, на твою задницу я бы посмотрел с удовольствием, чем на какие-то сведения основные, нет, вот, да, отлично, да ладно, вы подумайте, что я извращенец, это мне похер. Так, видим, что Гранера и Сесе полностью упорото играть, скорее всего, не будет, да и хер с ними. Что это за Дед Мороз, господи, блять, вы посмотрите, что он мне подарил, школьную доску, но, слава богу, я в школьных досках больше не нуждаюсь, потому что я школу закончил уже давно. Нигде Дед Мороз не прокатит твои непонятные разговоры, что-то мне втыкает непонятное про соперника, видимо, но мне это не интересно. Мне хочется поскорее сыграть матч, потому что я не люблю оттягивать. Что у нас там с финансами? Список спонсоров, давайте посмотрим. Аэрофлот, ну ничего себе, и Сименс, мне кажется, Сименс уже давно не существует или как, ну, кажется, хер знает. Так, система, не хочу, если честно, играть 10-минутный матч, поэтому поставим 5-минутный, чтобы особо не париться. И, в принципе, переходим разыграть. Видим, что на стадионе уже какие-то гастарбайтеры вовсю сажают картошку, или ты не знаешь, или кто это такие, или ищут мины заложенные. Ну, хрен его знает, короче, что это за кенты такие левые. Так, ну сразу же меняем этих двух упоротых. Сисе сразу уходит с поля, и на него вместо выходит Великий Драгба. А вместо Гранера, пожалуй, поставим Пак Джисуно. Вот я, естественно, не понимаю, что делают в Квинкс Парк Ренчерс, в клубе, который, нахрен, играл хуже всех в этой АПЛ, имея неплохие ресурсы. Такие люди, как Жулио Сузар и Пак Джисун. Ну, вроде как Жулио Сузар, вроде как, сваливает, но я, честно, точно не знаю, но вообще какой-то кошмар. Эти же футболисты достойны большего. Особенно Жулио Сузар, это же один из лучших вратарей в мире, был буквально года 14, потому что он с Интером выиграл, ну, практически все. И так взяли его и просто-таки выкинули из клуба, не знаю. Те, кто продавал Жулио Сузар из Интера и заменял его каким-то Гандоновичем или Хандоновичем, Хандоновичем, я бы, не знаю, я бы с вами срать в одном поле не сел. Я бы вам, я вам руки не пожал бы, я даже больше скажу, что я бы обоссал бы ваши руки. Но не суть, ладно. Так, да еще и Пак Джисун, в принципе, тоже был, в принципе, игроком основного состава в Манчестер-Рюнайт, это его взяли и подвинули. Ты хрен знает, что в футболе происходит. Может быть, конечно, большие деньги там все решили, но я хрен его знаю, если честно. Так, тем временем, Драгба с мячом. Но, знаете, Норвич, у нас самый большой, самый черный, самый крутой футболист, это Драгба. Так что бойтесь с нас, он сейчас будет все разруливать. Тем временем, неплохой шанс. О, блин, Райт Филлипс, какой момент еще вообще. Чувак ты, блин, такой момент запорол, ты даже не представляешь. Ты просто подвел всю команду, всю свою родину подвел. Чувак, это, не знаю, это хуже, чем песни Киркорова, чем выступление Кобзонова. Это вообще кошмар, короче. Полный провал. Фнот Гресс. Ну, блядь, никого не знаю из этого Норвича, кто там играет, вообще хер его знает. Я, конечно, люблю футбол и давно за ним... Что такое офсайт-то? Судья ты вообще просто петушар оконченный. Ты куда свестишь, блин? Ай, ладно, ну был офсайт, ну для Драгбы там можно исключения сделать, он же все-таки заслужил. Так вот, что я там говорил-то, ну да похер. Навес в штрафную нашу, ну нет, мяч до штрафной не долетает. Так, Фокс. По ногам ему, чуваки, по ногам. Блядь. Хольт. Этим Хольта нас пугали, да чмо какое-то вообще никчемное. Вот если честно, многие-многие, как бы сказать, ставят мне в укор, когда я оскорбляю футболистов виртуальных, там говорю, например, там, чмо-то, ты куда-то бьешь, бакланище. И говорю, типа, чё ты оскорбляешь моего любимого футболиста? Чуваки, я оскорбляю виртуального футболиста, то есть ненастоящего, и им управляю либо я, либо ком. Так что я оскорбляю либо себя, свои кривые руки, либо компьютер, который тупит жестко. Сука! Это вообще отлично. Так что эти ваши претензии необоснованные. Блять, сука, говно, сучка, говна, 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 говна в еби. Да, сезон начался крайне хуёво. Ну кто такой холд вообще? Я не знаю, я сейчас немножко посадил голос, поэтому не обижайтесь, если что. Ну, блять. Пропустить гол от Норвича, это так же позорно, как, не знаю, если бы я шёл бы по улице, на меня насрал бы бомж, например. Не знаю, со мной такое было или не было, не знаю, не скажу вам. Так, ну давайте, надо отыгрываться всё-таки, как бы, начинать сезон с поражения от Норвича. Это вообще-то, это не то, что говно, это говно, говна, которое высорвало ещё немножко говна. Так, давай, ну и пробей, чувак. Ну, а вот это удар. Вот это, кто это так положил-то? Десятый номер вообще. Ну кто это такой, скажите, Адель Таарапт? Ну, чувак, ты вообще-то просто, слушай, ты, это номинация «Золотой мяч». Смотрите, выждал момент и просто запилил. Ну, вообще отлично, если честно. У вратаря Норвича галкипер внешностью и лысиной похож на главного актёра порно-студии «Бразерс». Ну, пацаны понимают, о чём я. Вот зовут Джонни Синс, по-моему, или как-то так, короче. Ну, если кто не знает, погуглите, но он вообще, естественно, вылитый. Не знаю, фамилию этого вратаря Норвича Руди, а вот того Синс. Ну, покер. Может быть, вы посчитать не извращенцем, но не знаю, по-моему, это нормально. Так вот, тем временем мы таки сравняли счёты и на весу нашу штрафную. Поздравляем Аделя Таарапта с первым голом. Так-так-так, аккуратненько. Мы знаем, что Харри Рэднеп, этот старый пёс, полностью просрал все деньги шейхов, не знаю, всё вообще просрано в этом сезоне. КПР в этом сезоне вообще играл не то, что вяло. Мягко говоря, уёбичное. Ну, штрафной! Опасно было, но Жули Сезар просто всё разрулил. Ну, отлично, так. Хоусон какой-то непонятный вообще чувак. Так, вот, отлично, вот. Ну, это сыграл, по-моему, этот, как он. Ну, что такое? Что там, симулянт какой-то сдался он мне? Блин, это Таарапта, голова формой параллепипеда. Такой-то чувак с фамилией Хулахан пытается что-то разрулить, но, знаете, с такой фамилией, я бы не знаю, я бы на улицу даже не выходил. Хулахан. Да с такой фамилией меня бы в школе убили бы. А пока приближается перерыв, перерыв на вес штрафную, и ничего у нас не получилось. Так вот, а пока перерыв рядом. Четыре минуты добавляют? Блин, что-то как-то редкий случай, когда добавляют к первому тайму четыре минуты дополнительных. Ну, ладно, похер. Так вот, что я говорил-то? Сразу после небольшого объявления хочется сделать. Так вот, сразу после финала Лиги Чемпионов я сделаю свой очередной выпуск, стандартный, который я сделаю обычно, в котором обсужу, так сказать, весь Евросезон. То есть, что интересно произошло за этот год. То есть, я скажу и про выход ветеранов, и про провальную игру некоторых грандов. И, собственно, я про все скажу. Попец говорит кратко, лаконично и понятно. Так что ждите этого выпуска. Сейчас полностью здоров Фокс. Ну что ж, удачи ему. Начинаем второй тайм. И я сыграю матч Челси против побителя Лиги Чемпионов. Так что, неважно. Так, второй тайм начался. И Адель Тарапт, герой, просто-таки герой, потому что он положил гол красавец. Так, Райт Филлипс. У меня полкоманды. Смотрите, Райт Филлипс играл в Челси. Кто там еще? Драгба играл в Челси. Базинго играл в Челси. И все они в моей... Ну-ну-ну! Тарапт, ебаный матрос! Что ц пиздец хуец? Ну как так, чувак? Там же были пустые ворота, и ты не замкнул. Ну смотрите на повторе. Господи, это просто промах в стиле, я не знаю. Бесчастных. Хотя сейчас школьники, наверное, не знают, кто такое бесчастных. Но я вам скажу, что во время чемпионата мира 2002 года этот чувачок не очень-то попал в матчи с Японией. И тогда были потом, после этого еще потом мы просрали матч Бельгии. И после этого был небольшой пиздец в Москве. А конкретно он вырезался тем, что пьяные, упоротые русские быдлоболельщики, вместо того, чтобы, не знаю, пойти нажраться просто культурненько, они просто взяли нажрались и просто расхерачили пол Москвы. Ну мне тогда было сколько? 9 лет, по-моему. Я смотрел по новостям, просто охеревал. То есть там вообще просто вся площадь московские все было завалено этими вонючими фанатиками, этими долбанутыми. Часто говорят, что футбол, типа это игра херохреновая, спорт говно, потому что его смотрят быдло. А вот из-за таких вот фанатов, которые дерутся на футболе, которые, не знаю, избивают других фанатов, из-за таких вот часто и думают, что футбол для быдла. На самом деле футбол это великая игра для неглупых людей, для... И все мы знаем, что футболисты много получают, что есть нормальные, адекватные болельщики, но у них всегда есть быдло, которое просто все портит. Давайте, можно забить второй, давай, давай. Блин, драгба, пас не получился. Так, Рассел Мартин с мячом, мы подкат. Блин, кто-то здорово подкатился, чувак. Я, честно, пока не знаю, кто это такой. Так вот, у меня полкоманды, блин, из Челси, это очень забавный факт. Естественно, когда покупали, думали об этом, то есть... Вообще, в принципе, у КПР состав очень солидный, то есть... Ух ты, чуть свои ворота не... Куда-то, что-то такое сейчас было, блин. Вот, у КПР состав очень солидный, то есть, ну... Это явно не вылет из АПЛ, то есть, я не знаю. Мне кажется, сейчас полкоманды просто уйдет, потому что кто захочет играть в чемпионшипе? Мне кажется, только болваны кончены. Ну, или бы за бабки. Вот. Ну, давай, можно момент сообразить. Ну, 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 не получится. Во, хотя нет, драгба с мячом. Может быть, пробить? Нет, не пробью. Дам пас. Так вот, с таким составом КПР мог рассчитывать, ну, не знаю. Ну, минимум быть в серединочке точно, но... Можно даже было задуматься о попадании в Еврокубке. Но, что мы видим? Полный провал клуба, пополнейший просто с таким составом. Кто в этом виноват, я не знаю. То ли Харри Редноб, хреновый тренер, то ли еще что-то. Я хрен его знаю. Тем временем, 83-й минуты. Но мы знаем, что Илда Конопки намного лучше, чем Харри Редноб. У него все намного лучше получится. Потому что уже в первом матче мы берем целое очко. А может быть, даже сейчас три возьмем. Потому что Райт Филлипс прорывается один на один. Ну, давай, бро. Отпасовывай. Ну. Ну, тарап, опять пробил. Мог бы забить второй прекрасный гол, но не получилось. Но спасибо, что хотя бы один забил бы. Так, тем временем, сколько там нам остается-то? Остается играть буквально 2-3 минутки. А я напомню вам, что в описании к видео вы увидите ссылку на мою группу. Вступайте туда, смотрите другие видео. Такие забавные и не очень бывают. Там и заумные пытаются писать видео. Ну, неважно. Судья добавляет 5 минут к матчу. Да что-то судья сегодня прям такой щедрый, как мать Тереза, блин. Вот. Что я говорю? Так, вот-вот-вот-вот-вот. Так что, в описании к видео вы увидите ссылку на мою группу. Так вот. Вступайте туда, смотрите другие видео. Также подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. Конечно же, чтобы подписаться на мой канал. Буквально нажать кнопочку подписаться, которая появится в правом верхнем углу этого видео. Там будет значок там моей ават. Ну, короче, все. Матч закончился. Короче, все. Вступайте в группу в описании. Подписывайтесь на канал. С вами был Антон Чейз. Это был матч карьеры. Всем удачи. Всем пока. Мы сыграли первый матч 1-1. В целом нормально. Могли бы и лучше. Обещаю, что дальше будет лучше. Всем пока. Удачи. Удачи. Удачи.